Здравствуйте, Валерий Александрович. Не так давно в Москве прошел большой казачий круг, где приняли решение о создании Всероссийского казачьего общества. Но я так понимаю, что не все казаки в него войдут. Что касается Анапского районного казачьего общества, все будут в составе новой структуры? Это не первый уже был съезд, это уже был второй съезд, на котором мы уже не говорили о создании Всероссийского казачьего войска. Мы уже принимали устав и утверждали устав, которым будет руководствоваться Всероссийское казачье войско. Это ревизионная комиссия, это казачий суд будет. Утвердили количественный состав, в общем, проработали плодотворно. Что касается Анапских казаков, да, Анапский район войдет полным составом, так как мы являемся реестровыми казаками. И хочу сказать более, что было предложено всем реестровым казакам принять участие, что и было сделано. Но и было предложено нереестровым казакам присутствовать на сборе, вносить свои предложения и вместе с нами идти одной дорогой, одним путем. Какое соотношение реестровых и нереестровых казаков сегодня? У нас сегодня реестровое войско Кубанского казачьего войска составляет 53 тысячи казаков. Ну, это, я хочу сказать вам, большая армия. Вот, ну, если в других войсках чуть-чуть, скажем так, численность пониже, чем у нас, но тем не менее, это очень большая армия. А нереестровых? Ну, а нереестровых, я думаю, что примерно 10 тысяч нереестровых, то есть на порядок, конечно, ниже. Но при этом я хочу сказать, что они не перестали быть казаками. Они все казаки. Просто изъявили желание некоторые служить, скажем так, на государственной службе и войти в реестр, а некоторые вольные казаки. Мы с ними общаемся, поддерживаем контакт. Они, еще раз повторюсь, не перестали быть казаками. А какое общее количество казаков будет вот в новой структуре во всероссийском казачьем обществе? Во-первых, все 11 войск Российской Федерации и казачьих войдут в состав. А я повторюсь, у нас самое большое это Кубанское, а потом Севеликое войско Донское идет. Ну, и так, потом Терское казачье войско. Ну, я примерно предполагаю, что в районе 100-120 тысяч казаков. Какие полномочия дополнительно вы получаете на соответственную ответственность? Ответственность это точно, 100%, потому что, ну, президент Российской Федерации будет назначать атамана войско всероссийского. Вы сами понимаете, какой уровень. Это уже примерно на уровне министерства будут организовываться все мероприятия. Ну, соответственно, ответственность большая. Ну, и мы, в принципе, готовы. Мы готовы служить. Ну, для нас, это еще раз говорю, для казаков это продвижение вперед на много-намного лет. Будет программа. Мы будем знать, к чему стремимся, к чему идем. Это для казачества большой успех и большая удача, что сегодня все-таки решили создать Всероссийское казачье войско. За основу взяли работу кубанского казачьего войска, то бишь нашего. Мы сейчас в правильном направлении. У нас казаки охраняют общественный порядок, государственную границу, борются с наркоманией, воспитывают наших детей, охраняют соцобъекты. Идем в правильном направлении, благодаря губернатору Краснодарского края, который нам дает большую поддержку, благодаря атаману кубанского войска, который является и вице-губернатором Краснодарского края. То есть работаем в тамдеме. Понимание есть администрации и казачества. А это, если есть понимание, это можно делать большие дела. И на самом деле это оно так и происходит. На Кубани, кроме казачьих классов, могут появиться и казачьи детские сады. Ну, об этом, по крайней мере, заявил атаман кубанского казачьего войска Николай Дауда. Вот насколько это актуально будет для Ановского района и какие перспективы вы здесь видите? Говорят, что все закладывается с молоком матери. Вот я считаю, что сегодня это самое правильное решение, чтобы детские сады стали казачьими. Или хотя бы в детских садах появились группы казачьи. У нас, в принципе, в Анапе есть уже примеры, где руководители детских садов приглашают нас, организовывают праздники, мы им помогаем, мы проводим какие-то мероприятия в этих садиках. Сегодня это и 18 садик города Анапы. Мы там частые гости, скажем так, заведующие понимают с пониманием, мы живем на Кубани. Почему бы и нет? И в Красном Кургане садик тоже готовы сегодня сотрудничать с нами, сами изъявили желание, пригласили казаков. Вот идет детский садик, потом школа казачья, потом у нас есть техникумы, есть институт казачий. То есть человек, в общем-то, понимает, что он делает уже к выходу с института. Идет там в армию казачью, у нас есть казачьи войска в Российской Федерации. Мы же народ, мы сегодня так и должны жить. Валерий Александрович, и немного поменяю тему разговора, хотя, в принципе, она так или иначе соприкасается с вашей деятельностью, как атамана. С момента вашего вступления в должность заместителя главы города-курорта прошло немногим более двух месяцев. Срок, конечно, небольшой, но удалось вникнуть в ситуацию. Какие первостепенные сдачи и цели ставите перед собой и перед своими подчиненными? Сложности есть, конечно, не так все просто. Вообще работа непростая. Это со стороны кажется, что заместитель главы, в общем-то, в большей степени сидит в кабинете. И командует. И командует, да. У нас, в принципе, в Анапе спорт развит очень хорошо. Предыдущие мои коллеги, они все-таки не сидели на месте, работали. Ну, еще хочется сделать получше. Это, знаете, как вот Анапский район, он сегодня лучше в Кубанском казачьем войске. Если мы сегодня закатим рукава и поднимем еще на более высокий уровень, скажем так, спорт в Анапе, то, ну, скажем так, что тогда хлеб едим и не зря. Александр Александрович, остается только пожелать Вам удачи в Вашей действительно нелегкой работе. Спасибо за это интервью. Спасибо Вам.